Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзогет» ответы на ваши вопросы. Если смерть — расплата за первородный грех, почему праведники умирают раньше грешников? То, что мы знаем о смертности, вошедшей в человеческую природу после грехопадения, совсем не предполагает то, что праведники будут обязательно жить долго на земле. Праведникам обещается жизнь вечная, а между сыновьями Адама, Каином и Авелем соревнование по долгожительству было не в пользу праведника. Напротив, Господь попустил первое убийство, когда брат поднял руку на брата из зависти. И Каину еще пришлось жить долго, однако с такой таинственной печатью Каиновой, как человеку-убийцу, как брату-убийцы. Так что никто не должен был ускорить исход из земной жизни этого брата-убийцы с тем, чтобы ему сугубыми его страданиями, этим странным страхом, сопровождавшим всю оставшуюся жизнь его, как поднявшего руку на брата, научить все человечество на всю будущую жизнь, что может быть и жизнь горше смерти, и смерть слаще всякого долголетия, ибо преобразовывая самого Христа Спасителя, невинно убиенного, праведник ветхозаветный Авель, сын Адамов, несомненно, является одним из насельников Небесного Царствия, на всяком случае до второго пришествия Христова, находясь в его самом близком преддверии. Потому считать, что только долголетие является подтверждением угодности Богу того или другого человека, не дают нам и примеры святых мучеников, которые по Божьему попущению и во славу Божию приняли тяжкие мучения и лютую смерть в самом юном возрасте. И это было не подтверждением их греховности, а, напротив, сиянием их святости и совершенной преданности Богу, даже до полного непощуждения самого себя. Потому праведники очень часто умирают раньше грешников, потому что уже готовы к вечному блаженству, по тому, чтобы показать в своей смерти твердое упование на всемогущего Бога, который и мертвецов оживляет, и для того, чтобы сами грешники были посрамлены, совершив насилие, совершив беззаконные убийства, они остаются на земле совсем не в блаженном расположении души, но с такими состояниями, о которых говорит герой классического произведения, «Жалок тот, в ком совесть нечиста». Или в ином месте «Мальчики кровавые в глазах», как страшная реальность, преследующая человека-убийцу, даже тогда, когда столь желанная ему земная жизнь продолжается с получением каких-то благ земных, ради которых было совершено и убийство. Поэтому надлежит нам всякое, прося у Бога многолетие, и себе, и близким, нам нужны годы жизни для трудов во славу Божию, для принесения Господу покаяния, для изглаждения из души следов грехов, которые делают ее, эту душу, неприложимой, непригодной для Небесного Царствия, нам длежит ценить время жизни, для принесения плодов покаяния. Поэтому мы искренне желаем себе и друг другу продолжения земной жизни, но будем помнить о том, что не ее длина, но ее качество и расположение человека во время исхода из временной жизни в вечную и определяет его посмертную участь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...